И всем привет, ребят, с вами Страбак, и я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, а именно обзору всех устройств, которые появятся у нас в нашем новом ивенте. Многие вчера мне вечером на стриме начинали задавать вопросы, мол, какие устройства брать, какие устройства лучше в этом ивенте, в каких устройствах есть смысл, какие лучше не брать, и на что вообще обращать большее внимание, от чего отталкиваться. Сегодня решил записать видеоролик, как и обещал, связанный с этой темой, связанный с устройствами, где постараюсь разобрать все самые интересные устройства, сказать про те устройства, которые сам считаю хорошими и которые бы сам хотел бы взять. Ну, а если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данное видео с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас рогеры в аккаунте, кьюсу, этим уличный такт, такт, мп. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что касаемо нашего ивента, то здесь у нас есть большое количество всяких разных устройств, и большинство, наверное, из этих устройств у меня все-таки есть на аккаунтах, но есть и устройства, которых у меня нет, и поэтому мы пройдемся по порядку по всем абсолютно устройствам, да, и тут уже я выскажу все, что думаю, да. По поводу ключей, броненосцев, кризисов и эффектов выстрела на рельсу, если у нас появляется танкофон, то, по сути, вам это не нужно забирать в таком ивенте, потому что бронекризис должны быть в танкофонде, и, соответственно, брать их здесь за очки, я думаю, что это супер дорого. Если, конечно, в танкофонде это все дело появится. Поэтому мы будем обсуждать исключительно устройства. Электропушка для Теслы, устройство, которое, как по мнению, актуальное, которое не имеет веса от слова совсем, тем более за 1000 очков. Устройство адаптивная перезарядка для молота, 900 очков стоит, и я считаю, что это тоже устройство, которое, ну, не стоит на сегодняшний момент времени такого большого количества ваших очков, да, то есть это не те устройства, которые могут показать лютейший результат, и я специально еще открою параллельно гараж, чтобы показывать вам, что это за устройство. Это вообще раньше устройство было за кристаллы, да, то есть оно того не стоит. По поводу электропушки на Теслу, это тоже старое, можно так сказать, устройство, которое когда-то было хорошим, сильным, сейчас это устройство тоже не является сильным, и не является актуальным. Блондербаз для молота, блондербаз, ну, по сути, наверное, тоже старое устройство, да, которое на сегодняшний момент времени тоже, ну, не является лучшим, да, не является лучшим точно, да, то есть есть штурмовая кассета, есть устройство на дальность, есть устройство крупнокалиберная картечь, которые могут показывать хорошие результаты и тратить тут на такое устройство свои очки, очки, я думаю, что оно тоже того не стоит. А вот, например, охотничий дуплет на молот, вот это устройство, в принципе, очень даже неплохое и сильное, да, и если вы любитель пушки молот, то вот на такое устройство я бы на вашем месте бы обратил бы внимание, да, то есть вот это устройство реально сильное, тут вопрос только в том, сколько у вас будет очков. Турбоускалители для твинса, это тоже больше фановое устройство, не имбовое устройство, на него бы я тоже не обращал внимания. Гелиус на рикошет, одно из лучших устройств на пушку Рик, да, и если так подумать, то на Гелиус я бы тоже бы обращал бы внимание, если вы любите пушку рикошет, то, в принципе, даже на сегодняшний момент времени Гелиус может показывать хорошие результаты, да, поэтому если у вас нету, вы любите рикошет, то Гелиус это тоже как один из вариантов. Про резиненные снаряды для Вулкана это устройство с рикошетом, вроде от стен, это, ну, не сильное устройство, больше фановое, я бы сказал, что оно тоже не актуально. Автопушка на смоке тоже не суперинтересная, про резинка на смоке, ну, наверное, я бы сказал, тоже неинтересная, разрывные снаряды на смоке тоже, я бы сказал, неинтересно, упорядочная боекладка тоже неинтересна. То есть, по сути, это все те устройства, которые уже давным-давно можно было выбить с обычных контейнеров и забирать здесь эти устройства за 900 очков, я считаю, что это супер-супер дорого. Уран на страйкер тоже считаю, что не актуален, учитывая то, насколько большое количество и сильных устройств и забирать здесь его за 900 очков, тоже это супер дорого. Дальше идет фауст, фауст это одно из самых имбовых устройств на страйкер, и вот здесь вот как раз-таки это устройство точно стоит того, да, то есть на него можно присмотреться и его можно брать, так же само, как и вакуумные боеголовки для страйкера, что первое устройство, что второе устройство не имеется у меня на основном аккаунте, и что первое, что второе устройство является очень и очень сильным, да, и по сути эти устройства, ну для меня лично, были бы крутыми. Да, вопрос только, зачем мне столько устройств на страйкер, если сразу одновременно их всех использовать нельзя, ну это уже другой вопрос, но в любом случае, что одно, что второе устройство, оно реально очень крутое и сильное. Дальше, строгая погрузка боеприпасов для грома, не актуальное устройство, снаряды нанотек для грома, это гром с лечением, я считаю, что тоже не актуален. Гиперскоростные снаряды, в теории актуальны, но это устройство на сегодняшний момент времени очень сильно занерфлено, очень сильно занерфлено, то есть, по сути, если вы хотите грома на дальность, то вы его, конечно, можете взять, но это устройство сейчас не нагибает, от слова совсем. Может быть, на дистанции оно будет нагибать, как я, например, брал Магнума с вакуумными снарядами, но на сегодняшний момент времени это устройство не сильное. Торнадо для Скорпиона на сегодняшний день, наверное, тоже не актуально, потому что сводка работает таким образом, что вы можете убежать от нее, и Торнадо, в принципе, наверное, не будет показывать суперрезультатов на сегодняшний момент времени, а вот пусковая установка Рой выглядит уже поинтереснее. Это то устройство, которое в теории можно тоже использовать очень и очень неплохо, и можно хорошо реализовывать. Дальше миномет для Магнума точно не нужен, я даже про него вообще ничего говорить не буду, просто забудьте, что это устройство существует. Крупнокалиберка лучшее устройство на рельсу, но 900 очков как будто супердорого, и мне кажется, у большинства это устройство есть, но это суперсильное устройство, которое вообще, в принципе, актуально. Дестабилизация тоже хорошая, но если сравнивать с крупнокалиберкой, я бы брал бы крупнокалиберку. Вестник смерти на сегодняшний день тоже не актуален, больше актуально устройство под ДМ-режимы. Гиперпространственные снаряды тоже бы сказал бы, что не актуально. Дробовик актуален, но на маленьких картах. На маленьких картах это устройство актуально. Но все равно, если сравнивать с дробовик и крупнокалиберные снаряды, я бы брал бы крупнокалиберные снаряды. Я считаю, что крупнокалиберка будет намного актуальнее и интереснее. Гиперскоростные снаряды для Гаусса. Это Гаусс тоже на дальность, который тоже не работает хорошо и тоже не является имбой. Но на дистанции, может быть, будет неплохим. Шафт с лечением. Супер актуальное устройство. Но вопрос брать его за 900 очков. Это, ну, такое сомнительное очень решение. И решение, которое, ну, целиком и полностью будет ваше. Если вы любитель шафта, у вас нет лечения на шафта, тогда вы можете его взять. Но так я бы не брал бы это устройство. Да. Подрывник для васпа. Подрывник для хоппера. Подрывник для харька. Если вы играете на одном из этих легких корпусов и играете агрессивно, то что подрывник на хоппера, что подрывник для васпа, может быть актуален для вас. Да, у меня что-то, что-то вроде как есть. А даже если и нету, то я на хоппере и васпе особо не играю. Минер для титана, ареса и мамонта. Вот это вот, кстати, очень интересная и актуальная тема. И, возможно, если у меня останутся какие-то дополнительные очки, то я себе на ареса возьму минера. Потому что у меня на ареса до сегодняшнего дня еще нету ни одного супер жесткого устройства. У меня на арес, получается, сейчас есть подрывник. То есть, по сути, можно будет взять минерчика отсюда. В принципе, за 500 очков оно точно того стоит. Что касаемо очков и получения ключей, я считаю, что это не актуальная вещь. И, по сути, на это тратить не надо. То есть, лучше брать с такого ивента именно устройства, которые упадут с этих же самых контейнеров. Только у вас здесь есть возможность самим выбрать те устройства, которые вам интересны. Подытожим. Подытожим. По устройствам из того, что интересно. Сначала скажу, что интересно. И потом уже перейду к тому, что мне интересно. Сначала скажу про хорошее и сильное устройство. Повторюсь. Молот. Охотничий дуплет. Гелиус. Рикошет. Дальше. Страйкер. Фауст. Страйкер. Боевые вакуумные боеголовки. Дальше. Гелиус я сказал, да, вроде. Гелиус был. Гром. Рой. Скорпион. Рельса. Крупнокалиберка. Рельса. Дробовик. Ну, в теории. Да, тоже. Может быть. И дальше уже на корпуса устройства. То есть, я на сегодняшний день делаю акцент на что? Я делаю акцент точно под себя. Под охотничий дуплет. Да. Это молот на дальность. Это то, из чего я буду выбирать. 100%. Да. Охотничий дуплет. Я беру себе в арсенал это устройство. Я беру в арсенал себе фауст и беру себе в арсенал вакуумные боеголовки. Но думаю, что я возьму одно из этих двух устройств. Какое, пока я не знаю. Да. Но я беру себе в размышления эти два устройства. Да. Охотничий дуплет. Ну и... Ну и, наверное... Наверное, я еще возьму в размышления рельсу на дробовик. Наверное, вот еще рельсу дробовик я возьму себе тоже на размышления. Да. То есть, как устройство, которое в теории я могу взять. Да. Если брать все устройства, на это мне надо... Сколько получается? 4 тысячи очков. Да. Потому что все устройства по тысяче, которые я бы брал. Ну и плюс, не забываем про ареса минера. Да. То есть, это 4 с половиной тысячи очков. Если бы я брал бы устройство. То есть, я бы брал бы охотничий дуплет. Я бы брал бы пауст и боеголовки. Но я считаю, что у меня не будет столько очков. Поэтому я возьму одно из этих двух устройств. Ну и рельса дробовик. Да. То есть, 4 устройства плюс устройство на корпус. Итого получается 4 с половиной. Не знаю, сколько нам удастся заработать этих очков. Не знаю, насколько много реально их поднять. Да. Но это исходя из того, что я вижу. Да. Исходя из того, что я вижу, какие устройства будут актуальны. В которых есть сила. И которые могут быть на дистанции очень-очень хорошо реализуемые. Да. В принципе, как-то так. Да. Надеюсь, для кого-то я прояснил ситуацию. Для кого-то я открыл глаза. Да. Какие устройства лучше брать. Какие вообще не стоит брать. Да. Постарался. Ну, по всем устройствам пройтись. Высказать свою точку зрения. Возможно, у вас, если останутся вопросы. Да. То отвечу на них на стриме. Либо же в еще одном видеоролике. Либо же вы напишите просто устройство, которое вы бы хотели бы увидеть первыми на обзор. Потому что устройств много. И я думаю, что какую-то часть из этих устройств я точно протестирую еще раз. Да. Чтобы у вас было понимание, какое устройство актуально. И в каком устройстве есть интерес и вес на сегодняшний момент времени. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам был интересен, полезен. Давайте постараемся его продвинуть. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и участвуйте в розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok